Кем он хотел стать? Какой он? Кто это? Я без подарка. А это зря часы. Слышала? Я тоже ими пользуюсь. По носу наушниками шарахает. Это очень больно. Нас сейчас доктора смотрит? Да. Прекрасно. У вас жалпы? Сейчас я. Пожалуюсь, пожалуюсь. Все хорошо, но мне не хватает хлорочки. Сейчас будет серфинг. Ждем волну. А что они все вышли? Комечные? Всем привет! Я Соня, и это шоу «Кем быть?». Здесь мы исполняем детские мечты уже взрослых людей. Кто-то в детстве мечтал стать поваром, космонавтом, учителем. А кем же хотела стать наша сегодняшняя героиня? Узнаем в этом выпуске. Поехали! Друзья, я приехала на радио Сибирь. Именно здесь работает наша сегодняшняя героиня, которая в детстве хотела стать. Это пока тайна? Об этом я расскажу чуть позже. Пойдем знакомиться. Да-да. Василина, здравствуйте. Ой, Соня, привет. Я вас не отвлекаю? Нет. Можем поболтать? Недолго. Скорый эфир. Скорый эфир. А вы проводите эфир здесь? Нет, нет, нет. У нас есть студия. Думаю, оборудования никакого нет. Странно. А что мы тогда тут делаем? Ну, мы готовимся к эфиру. Ищем ности, что-то такое. Мы вообще понимаем, что сегодня за день. Что происходит? Ну, для того, чтобы быть в курсе событий. И что у нас сегодня происходит? О чем будет эфир? В дне сегодняшнего нет ни одного события. Но за то, как обычно, есть именинник. Вы дай кто? Вы. Я без подарка. А это зря, что без подарка, но именинник не я, как обычно, Иван. Календарь открываешь праздников. И ты прекрасно понимаешь, да, что вот у Иванов праздник каждый день. У меня нет вообще имени. Я весь календарь перерыла. Нет. Серьезно? Нет. Сегодня будет посвящен эфир Иванам. Давай без Иванов. Ладно, все, без Иванов. Давай без Иванов. Все хотят весеннего настроения, и мы будем его создавать. Пойдешь со мной? Пойду, конечно. Мы уже торопимся? Ну, я думаю, уже пора пойти в студию. А у вас таймер есть какой-то, где вы смотрите? Нет? Когда эфир? Часы. Слышала? Я тоже ими пользуюсь. Мы пойдем в студию «Святая святых радио». Пошли. Василина, здесь проходит большая часть вашего рабочего дня? Ну, здесь проходит весь мой рабочий день на радио. Ну, 4-5 часов. В зависимости от того, во сколько я начну. Ну, закончу я каждый день, в любом случае, в 15.00. Пройдем к вашему рабочему месту. Ну, там, наверное. Да. Это диджейское кресло. А сейчас эфир идет, да? Ну, эфир идет 24 часа в сутки. А музыку вы сами подбираете? Нет. Я думала, что вы думаете, вот сегодня такая песня клевая. Я сегодня ее услышала, поэтому поставлю. Ты знаешь, бывали такие времена на радио, но они прошли давным-давно. Сейчас у каждой радиостанции есть формат, и с этим очень строго. Это вообще большой пульт, да? Да. Много кнопочек. Я не знаю, как с этим работать. Вы долго учились? Нет. Или с опытом все пришло? Я была блестящей ученицей. В общем, за день я освоила пульт. Клево. Да, на второй день я пришла и показала, что я все могу, и уже на третий день меня посадили в эфир. Ну, то есть это вообще такие молниеносные были показатели. Знаешь, кстати, вот этот пульт, он классно смотрится вечером, зимой. Если вдруг у меня попадает вечерний эфир, такие секретики тебе рассказывают, я выключаю свет, и горят вот эти лампочки. И ты как знаешь, как в самолете. За штамвалом. Такая, мне кажется, атмосфера крутая. Круто, круто, круто. Особенно перед Новым годом. Я еще очень люблю делать музыку погромче. Чтобы здесь она была. Я закрываю дверь, и у меня в студии здесь прямо дискотека. Я очень часто, кстати, танцую. Класс. А это видят зрители? Есть же трансляции какие-то целые. У нас есть прямая трансляция ВКонтакте, но дневной эфир туда не транслируется. Туда транслируется утреннее шоу-шоу ранее. С 7 до 10 можно зайти ВКонтакте и смотреть, что здесь происходит. Можно заметить танцующую Василию Новину. Я в это время дома сплю. Так, Соня, у меня сейчас уже эфир начинается. Уже? Да, да, да. А я могу поприсутствовать, послушать? Самое главное, что должен быть выключен мобильный телефон. Все, хорошо, выключаю. Все-таки многие традиционно дожидаются того самого момента, когда на календаре появится пятница. Хоть и говорят, что среда – это маленькая пятница, но мало кто себе позволяет танцы посреди недели. А я вот здесь, в студии, позволяю себе такое удовольствие. Всем здрасте. Мы как-то очень резко вышли в эфир. Ты думала, что сейчас выйдет конферансье и скажет. Камера, мотор, поехали. А никогда не было таких случаев, что нечаянно нажимаешь, потому что кнопочка такая незаметная? Иногда ее забываешь выключить. А потом по телефону. Вот это опаснее. А почему вы ведете эфир стоя? Потому что я танцевала. Всегда так происходит? Я могу здесь сидеть грустить, но потом включится микрофон и… Ну это то есть никого не волнует. Если у тебя даже плохое настроение, ты должен в эфире показать… …всех зарядить. Как становятся радиоведущими? Ну, Соня, смотри, я не знаю, как это сейчас происходит, честно. Я помню прекрасно тот день. Я ехала на пары, я услышала по радио о том, что требуются ведущие. Ну и все, а потом начались атаки. Мне сказали, что у нас уже комплект, мы уже всех взяли. Но я была очень настойчива. Какие вы можете выделить плюсы и минусы работы на радио? Ну, во-первых, я люблю эту работу. И она вроде как любит меня. Поэтому нам хорошо. Неполный рабочий день, который, вы знаете, там с утра и до вечера. Я никогда бы в жизни не вывезла такую работу, на которую нужно было бы утром прийти, вечером уйти и на которой бы у тебя происходило одно и то же. Мне надо, чтобы картинка менялась, чтобы деятельность менялась. То есть можно совмещать как-то работу на радио с другой какой-то хобби, с каким-то хобби, деятельностью? Ну смотри, я в три часа заканчиваю. И все, я полетела, у меня там дальше еще другая жизнь. Туристическая, где море, море, пляжи, пляжи. Нет. Их нет. Спасибо. Ну ладно, все, в моей душе спокойно. Пойдем ролик записывать? Поможешь? Помогу. Макс, привет. Здравствуйте. Это будет уходить игра на Радио Сибирь. А, и вы ее озвучите? Это анонс. А можно мне послушать? Послушать только здесь, а я пойду туда, хорошо? Здравствуй, милый шкаф. Как всегда, ничего не меняется. Фея, хочу новый шкаф. Знаешь, чтобы... Не, не так. Фея, хочу новый шкаф. Знаешь, чтобы открываешь дверь, а там... Педро? Киану? Владимир Владимирович? А-а-а! Это не шкаф. Это шкаф мечты. Вот все, здесь мы закончили. Я-то думала, будет какая-то тернистая, трудная работа. А это была не тернистая, трудная работа? Двух дублей. Это, мне кажется, прекрасная работа. Знаешь, мне казалось, что я вот так вот проорать вообще никогда в жизни не смогу. Смогли. Ну, если Макс сказал, готово, значит готово. У меня для вас несколько вопросов. Блиц. Согласны? Да. Поехали. Первый вопрос. Понедельник – это самый тяжелый день? Нет, но пятница – самый прекрасный. Знаете ли вы стереотипы, касающиеся вашей профессии? Нет, не знаю. Существуют ли какие-то приметы в вашей профессии? Нет. Блиц. Какой неинтересный Блиц получается, да? Какую музыку вы любите или слушаете то, что ставится в эфир? Я люблю разную музыку абсолютно. Вот в последнее время я начала начинать свой день с джаза, с такого. А эфирная музыка вы ее любите? Ну, не каждый трек. А можно ли прийти на работу в пижаме? Все равно слышен только голос. Да. Я летом вообще хожу в пижаме. Какими качествами должен обладать радиоведущий? Ну, уметь разговаривать. Угу. Уметь разговаривать с людьми и уметь разговаривать с самим собой. Если бы не с собой, то кем бы вы хотели быть? А, то есть если не в этой профессии? Да. А, с детства у меня было две мечты. Ну, одна, в принципе, практически реализовалась. Я играла в комментатора спортивных соревнований. И еще я очень сильно хотела работать в общественном транспорте и встречать пассажиров. Мне казалось, что они все заходят такие умрюмые в автобус, никто не улыбается. А мне говорят, здравствуйте, проходите, садитесь. Ну, чай, кофе, это, конечно, я об этом не думала. Друзья, вот и секрет с начала выпуска раскрылся. Наша героиня хотела стать кондуктором. Я очень удивилась, когда вы написали нам, обратите, сказали, кондуктор. Как? Ну, вот как-то так. Ну, придется мечту воплощать в жизнь. Мы будем кондуктором? Мы будем кондуктором. Прекрасно. По данным сервиса Яндекс.Пробки, к настоящему моменту, омский трафик оценивается в 3 балла. Октябрьский мост от улицы Арнольда Нейбута до Сарапятской улицы. Время проезда 11 минут. Проспект Королева от Красноярского тракта до Березово. Время проезда 6 минут. И на 4 минуты задержит машиностроительная. От улицы Ярослава Гашика до Фрезерной. На этом пока все. Зеленого света вам во все светофоры. Василина, в интервью на радио вы сказали, что радиоведущая это не основная ваша профессия. Вы еще занимаетесь турагентством. Да. Именно поэтому мы здесь? Как это вообще работает? Как это изнутри? Да это все очень, на самом деле, интересно. Просто когда у меня появилось свободное время, и я поняла, что мне нужно еще добавить какую-то деятельность в свою жизнь, я задала себе вопрос, а что я люблю? То, что спать я люблю и путешествовать я люблю. Вот из этого спать. Я такая думаю, ну что, у меня матрасы пойти продавать, что ли? Ну вот, ну скорее нет, чем да. Как вот ты можешь любить путешествовать и говорить в этот момент про работу? Ты же всегда должна быть в отпуске. И потом меня осенило. Еще одна моя любовь превратилась в профессию. Мне очень важно было в последнее время найти для себя какую-то деятельность, которая бы не привязывала меня к одному месту. И поэтому формат моего турагентства он онлайн. То есть на радио люди есть, но они все по ту сторону радиоприемника. И, собственно, здесь все туристы тоже, они все в инстаграм. А это удобно вообще? Это очень круто. Опять же, это момент пандемии, да, который случился с нами. И за время этой пандемии мы поняли, что, в принципе, можно всю свою жизнь организовать онлайн. Я здесь горю, здесь прям, вот здесь у меня включается прям адреналин. И он мне бьет в кровь так, что мама не горит. А не боитесь, что в вашей жизни станет много путешествий, и сама уже не захочется отдыхать, и останется только сон? И придется идти продавать матрас, нет? Слушай, я, мне кажется, от путешествий никогда не откажусь, и путешествий много не бывает. Я предлагаю встретиться с вами завтра на новом рабочем месте. Мы поедем работать кондуктором. Ну круто. До завтра. Спасибо большое за беседу, было очень интересно. Рада была видеть. До завтра. Все, пока. Чтобы стать участницей шоу, наша героиня отправила заявку в Инстаграм, дождалась ответа, и вот мы уже исполняем ее мечту. Хочешь так же? Тогда пиши. Василина, здравствуйте. Соня, привет. Здравствуйте. Как вы делаете? Прекрасно. Василина, это Мария Егоровна. Она кондуктор. Сегодня она расскажет вам все о профессии, о которой вы мечтали в детстве, и поможет осуществить мечту. Очень приятно. Здравствуйте. Как у вас настроение? Ну пока еще не знаю, я волнуюсь. Мне очень интересно, что из этого получится, прям очень. Я предлагаю приступить к работе. Где наш трамвай? Трамвай, я думаю, нас ждет. Не с этого все начинается. Нет, мы начинается все, мы должны с вами пройти через проходную. Это проходная система, просто так не попадешь. Пойдемте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы как? А нам там... Саидом. Толкай. Я думала, еще раз надо. Мария Егоровна, а с чего вот начинается рабочий день? Мы пришли в депо, и что дальше? Нам нужно пройти с вами в диспетчерскую. Ага, нас там ждут? Да. Нам нужно обязательно пройти медкомиссию. Если у нас не будет допуска, нам не разрешат с вами пройти в трамвай. Так нас сейчас доктора смотрят? Да. Ого. Красно. Добрый день. Сорок пятая сумочка. Трудина. Что в сумочке? А в сумочке это вот у нас там, мы там денежку складываем. Сначала сумочка без денежек? Без денежек. Да. Грустненько. А можно нам сумочку с денежками сразу? Так не получится. Денежку надо еще заработать. Вы умеете, да? Я вот эту штуку не умею пользоваться. Мы проходили на обучение. В принципе, ничего сложного здесь нет. А теперь можно картами расширить? Да, любой картой. А если пассажир зашел в вагон, правильно? Вагон? В вагон, так. В вагон. А у него нет денег? Ни карты нет, ни денег нет. Но будем с ним делать. Я люблю людей, когда ко мне подходят. Я всегда просто так всем говорю. Спрашивают, можно мне проехать? Я всегда разрешаю. Добрый кондуктор. А подождите, а если потом контролеры? Пока бухмиловала, там не знали. Мы получили сумочку. Можем встретить, что в сумочке? Да, в сумочке рабочий момент. Это вот наш основной документ, по которому мы обязаны ехать. Билет на учетный лист. Если зайдет контролер, он должен быть аккуратно все заполнено. Здесь очень много нюансов, которые нужно знать. Вот это заполняется обязательно, когда сматываешь вагон. Дайте нам, пожалуйста, билет на учетный лист. У меня будет какой-то билет на учетный лист. Просто пустой, пустой. Это для вас. Так, держите. Все, пойдемте, пройдем медикам. Стоматолога не будет? Нет, стоматолога нет. Нормально. Так, надеваем маски. Я так понимаю, без масок тут вход воспрещен. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. А, да? Да. Не выйти? Как вы себя чувствуете? Хорошо сегодня? Нет, сегодня нет. Хорошо чувствую температуру. Сейчас я. Пожалуйста, пожалуйста. Так еще, это интересно. Здравствуйте. А мне надо? Жалобы есть? Нет. Давление как у вас? Бывает высокое? У меня 120 на 80. У меня 120 на 80. Нет? Нет. Ну, наверное, нет. Ну, хорошо. Самый мною, я всегда спрашиваю. Есть желание, могу поверить. Спасибо большое. Я здорова. Мария Егоровна, куда мы движемся дальше? Нам нужно теперь еще одну сделать процедуру. Нам нужно пройти диспетчера. Без отметки диспетчера мы не имеем права тоже выйти на... Так все трудно. Я уже хочу в трамвай быстрее, а тут ходим, ходим, ходь, все ногами. А следующая процедура будет трамвай. Ну, что теперь нам нужно приготовить вагон для работы на линии. Это тоже есть процедура, которую мы тоже стараемся быстренько-быстренько сделать. Так, шаг. Так, мы находимся сейчас уже на рабочем месте, прямо уже в трамвае. С чего начинается работа? Что нужно сделать первым делом? Ну, теперь у нас осталось только приготовить трамвай на линию, чтобы пассажиры зашли, чтобы было чистенько. То есть сейчас мы будем вешать шторы, все, как я и мечтала в детстве, да? И шторы, и делать генеральную уборку. Да, шторы. Василина, мы свои принесли шторы? Расставим кактусы, шторы. Да, создадим атмосферу, да? Потому что в трамвае должно быть как дома. Вы мне командовать, по-моему, где у вас обычно шторы висят? Со шторами сейчас очень сложно, потому что не разрешают из-за пандемии. Это значит, турецкое мое кружево тут, вам считаете, не заходит в интерьер, да? Сегодня не заходит, потому что нас могут, Роспотребнадзор, нас может и оштрафовать. Василина, вы можете, как супермен, супермен трамвайный. Кстати, а есть здесь кондиционер? Ну, нет, у водителя есть кондиционер, у салона достаточно, когда движение идет в трамвае, здесь воздуха много. Насколько я помню, зимой как-то они обогреваются очень круто. Да, обогреваются. А вот холодом, летом это не меняется? Нет, к сожалению, нет. Зимой вот включаются вот такие теплушки, кстати, очень быстро нагревается, это называется тепловая пушка. И очень быстро нагревается, буквально 15-20 минут, очень тепло в вагоне. Так, со шторами у нас промах, что сделаем дальше? Дальше мы должны сделать влажную уборку. Окей, давайте. Для этого вот у нас есть инструменты. Влажная уборка. Да, это вот шваброчка. А я могу же посидеть? Ноги поднимать не нужно? Ой. Держи. Мы наливаем воду. А доместас будет? Нет, да место, вдруг у кого-то аллергия, люди же разные едут, вдруг у кого-то аллергия на химию, поэтому здесь все максимально просто, ну, мыльный раствор. Я люблю работать с влажными салфетками антибактериальными. Но ими же пол не помоешь? Нет, ими пол не помоешь, но ими очень удобно вот обрабатывать все поверхности. Опс! Да, вот так вот. Когда мы уже отправимся работать? Поедем. Сейчас подойдет водитель, и мы поедем. А может быть, мы успеем тогда блицопрос провести? Можно вас поспрашивать? Можно. Поспрашивай. Ну, тогда пойдем на место кондуктора. Пойдемте. Скажите, пожалуйста, понедельник – это самый тяжелый день? Нет, не самый. А какой самый сложный? Для меня самый сложный – суббота. А какие, вы знаете, стереотипы, касающиеся вашей профессии? Не знаю, что не очень образованные, что не очень умные. А какие существуют приметы в профессии? Чего делать нельзя? Чего желательно делать? Чего желательно делать? Ну, желательно, конечно, начинать день с улыбки, когда заходишь. Если зашел вот по ступенькам с улыбкой, поздоровался с водителем, и он доброжелательный, люди разные, кто-то не ответит, то день будет хороший. А какие-то отрицательные приметы? Отрицательные? Ну, если только машина резко вот перед трамваем, то да, я не задался. А какими качествами должен обладать работник вашей профессии? Честным должен быть, это в первую очередь. Спокойным и настроен дружелюбно. А каким вы себе представляете идеальный рабочий день? Что должно случиться? Ой, это чтобы люди шли потихонечку, один за одним, один за одним, чтобы это была не толпа, а вот ручеек. День проходит быстро, не устаешь, и вот эта смена, когда люди идут, это круто. Люблю, когда идут молодые с колясочками, когда идут с семьями, когда идут двое-трое детей, мне очень нравится. Спасибо большое. Василина уже закончила. Думаю, что нам пора уже отправляться на маршрут. Да. Девочки, у меня вот какой вопрос. Почему мы едем на другом вагоне? Я тот плохо помыла? Нет, замечательно, помыли, все очень чисто, хорошо, спасибо большое. А этот стоял на ТО. Что это значит? Техническое обслуживание у него было сегодня по графику. То есть на нем безопаснее, типа, едва? Конечно, его проверили, технически исправен, и можно не беспокоиться. Смело выходить на рейс. Отправляемся работать? Ох, земля, прощай. Так, смотрите, мы включаем. Это очень легко написано. Открыть рейс. Открыть рейс, да? Все, рейс открыт. Теперь мы с вами должны надеть масочку, потому что... Скажите, а цена от маршрута зависит или нет? Нет, цена единая по всему городу, 30 рублей наличкой по карте. Любая карта дебетовая, зарплатная, кредитная, 25. Угу. Только прикладываешь карту, и получается, что сейчас нет никаких талончиков. Вот просто чек, просто чек. Даже как-то атмосфера, да, пропадает, счастливый билетик, все дела. Да, бывает чек счастливый. Нет билетиков больше, а проездные есть? Нет, проездных нет. Василина, вы давно на трамваях вообще ездили? Честно, для меня стресс. Я не езжу на лет 20, и я боюсь. Я никогда в жизни не изображу, на какой мне надо сесть автобус или трамвай. А как еще рассчитываться, это для меня прям стресс. Ну что, сильнее научитесь. Сейчас будет серфинг. Ждем волну. Трамвай идет в депо. Так, объявляешь же, да? Да, объявляюсь. Когда мы идем в депо, мы обязательно... Непривычно, да? Здравствуйте. Мы куда едем? Мы идем по двоечке. По двоечке, проходите, пожалуйста. А вы не против, если мы вас будем снимать? Ой, ну вы себе маски, да? А как вы будете рассчитываться, наличная или карта? Я буду рассчитываться на пенсионные карты. То есть это как Омка? Да, это как Омка, это пенсионная карта. Прикладываем. Опа! Вот, пожалуйста, билетик. Можете оторвать и отдать. Вот. Хорошей поездки. А вы до какой остановки с нами поедете? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы идем по двоечке. По второму маршруту. Проходите. Хорошо. А что это было? Это был служебный... Бесплатный проезд служебный. Так, ваши 50 рублей. Пожалуйста, ваша сдача. А вот если вы рассчитывали с картой, доплатили бы всего 25. Запомните. Так, у нас еще один пассажир есть. А вы часто на трамвае ездите? Да, в прошлый день. Серьезно? Да, на работу с собой. Мне кажется, у нас есть заяц. Заяц. Девушка, что у вас за проезд? Что за проезд у вас? Вот этот билет Омка. Омка? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Скажите, а кто скучает по обыкновенным талончикам в транспорте? По счастливым билетикам. Нет? Остал. Серьезно? А сколько проезд стоит? А у вас карты или наличные? Наличные. 30? 30 рублей стоит проезд. Нет, 25. 25 я не могу вам пробить, потому что у меня же все в программе. Давайте как будто безнал. Нет, что вы, не имеем права. И что мы будем делать? Получше не делать. Громвай, конечно, мы не будем останавливать, люди торопятся. Но проедьте, пожалуйста. Уже просто так. Ну, другой раз, пожалуйста, 30 рублей стоит проезд. Или по карте можете рассчитаться. Если у вас есть карта, можете рассчитаться по карте. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Хорошего вам дня. Да. Спасибо вам всем. Они все вышли. Конечно. Это конец рабочего дня или нам еще нужно что-то сделать? Потому что вот пассажиров мы выпустили. Выпустили. Что дальше? Нам нужно проверить вагон, чтобы у нас здесь не осталось лишних предметов. И, в принципе, все. А если кто-то забыл что-то? Если кто-то что-то забыл, обязательно мы, я говорю водителю, останавливается вагон. Это обязательно. Если это что-то такое подозрительное, конечно, мы должны выйти из вагона на 50 метров. После этого только звонить диспетчеру или в полицию. Василина, спасибо вам большое, что написали. Я надеюсь, у нас получилось исполнить вашу мечту. Хоть шторы мы и не повешали, но все же. Ну, слушайте, я прыгала и скакала по вагону, и вы мне ничего не сказали. Спасибо вам большое. Вы такой добрый кондуктор. Огромное вам спасибо, что помогли, обучили Василину, исполнили ее мечту. У-у-у, круто! Я уверена, что за время просмотра этого выпуска каждый из вас вспомнил, кем хотел стать в детстве. Помните, что изменить свою жизнь никогда не поздно. Так почему бы не попробовать? Именно сейчас, ведь только ты решаешь, кем быть. С вами была Соня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok